Скажите мне. Да, я здесь, я просто пытаюсь настроить трансляцию в Перископ, но, видимо, вот Галя, моя коллега по каналу Paramount Comedy, сейчас в моём Перископе в данный момент, потому что у меня никак не получается развернуться на фронтальную камеру. В общем, это Денис Колесников. Голос, официальный голос. Денис, вы мне подскажите, как вас представить-то получше? Денис Колесников. Голос, проект-основатель студии Кураж Бомбей. Как ещё можно менять? Голос канала Paramount Comedy. Да, здорово. Привет, привет. Да, это я сейчас говорю и вашим радиослушателям, и тем, кто сейчас подключается в Перископе. Денис, мы приготовили небольшое досье на вас. Давайте его вместе со всеми радиослушателями послушаем. Вы не против? Да, я-то, конечно, только за. Боюсь, что вот нас в Перископе люди не услышат. Но ничего страшного. Да, вот это жаль. Но ничего, может быть, со временем... А, мы, кстати, потом сможем и запись эфира выложить. Прекрасно. Вот и всё. Ладно, слушаем, что мы приготовили, а потом вернёмся в студию. Совершенно свободно. Гостиниц. Колесников Денис. Известный в узких кругах, как Мистер Ди. А фамилия моя? Фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл. В кругах активный интернет-аудиторий, как голос анимационных ситкомов и популярных сериалов. Поразительно. Гениально. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. С раннего детства Денис любил слушать хип-хоп. Эй, яблок! За отличное произношение слова «йоу» был приглашён в верхние кучки из Сан-Франциско с концертами. За кордоном выучил другие зарубежные слова и стал их использовать в своём лексиконе, за что и приобрёл славу к урожа из Бомбея. Слышь, братан, вот такой неслышный хуй. Есть мелочь гонять даже? По данным из непроверенных дважды источников, алкоголь равнодушен. Чё это он не пьёт? Вино утром летно. Всего по 150 разговора. Чистая формальность. Но с лёгкостью может спеть в душе или душе, в клубе и там, где его никто не услышит. Помимо всего прочего, играет на гуслях. Проводит утренники, полники и новогодние ёлки. Так сыграй нам, хоть на гудке, хоть на гуслях. Покажи своё уменье. Встречайте, в программе гостиниц Денис Колесников. Профессиональный радиоведущий, конферансье, эмси, шоумен, голос и создатель проекта «Кураж Бомбей». Нет в жизни звука более захватывающего, чем стук в дверь. Гостиниц на юмор-фм. Ну вот, собственно, такое краткое представление, Денис. Слушайте, ну очень круто. Вот эта вся нарезка была. Очень здорово. Да, мы её взяли. Мне порадовали вот эти фразы из классических советских комедий. Очень здорово. Очень всё в тему было. Спасибо, скажем, нашему звукорежиссёру, программному директору. Кстати, и тот, и другой захотели с вами пообщаться лично уже вне эфира. Хорошо. Хорошо. Итак, я, признаться честно, с вашим творчеством Денис знаком поверхностно. И из всех работ, которые с вами связаны, совместно со студией «Кураж Бомбей» имел особую слабость к анимационным ситкомам «Американский папаша» Гриффины «Южный парк». Ну вот ещё знаю. Вот это всё то, что вы перечислили, я вообще никогда не озвучивал. Да, это не вы? Да, это не я. В итоге, я знаю точно, что вы профессиональный радиоведущий. И МС. Работал на радио, да. И работал МС. Вот расскажите об этом. На радио я работал на региональной радиостанции в городе Тольятти, откуда я, ну не совсем родом, но, в общем, всю свою взрослую, да и детскую, наверное, жизнь я провёл в городе Тольятти. Сейчас же там и проживаю, там же находится студия «Кураж Бомбей», если кто-то не в курсе. Вот, кстати, был вопрос, может быть, у вас как-то можно слушать ваш эфир в интернете параллельно? Да, конечно, есть. Расскажите, пожалуйста. Можно, можно. www.veseloyvrn.ru Это адрес нашего сайта официального. Ну и, собственно, там в левом верхнем углу есть ссылка на онлайн-транскацию. ВРН это как, ну, как Воронеж, соответственно. В-Р-Н, весёлый ВРН. Ну всё, везде В Виктория. Круто. Это круто. Так, ну и как вам удалось из радиостудии попасть за кадр известных сериалов? Совершенно случайно это произошло. Эту историю мало кто знает, её редко кто слышал. Я как-то приехал в гости к своей маме. Она смотрела телеканал «Россия-2» или «Россия-1». Ну, неважно, в общем. И там шла какая-то очередная серия российского «Мылпрома». Ну, я это так называю. Производство сериалов «Кармелита», «Лёд и пламень». Ну, что-то из этой серии. Я сказал маме, мама, нужно перестать смотреть это, потому что есть замечательный смешной ситком под названием «Теория Большого Взрыва», который я сам буквально там несколько дней назад обнаружил в интернете где-то. Хорошо, сказала она, давай включай, посмотрим. У меня была с собой флешка, мы втыкаем её в ноутбук, начинаем смотреть эту серию «Теории Большого Взрыва». Она говорит, ну что ж ты делаешь-то, я же не понимаю ничего, они же на английском говорят. Давай переводи мне. Я говорю, нет, мам, ну, понимаешь, какая тема, я всё-таки не переводчик-синхронист, синхронно я тебе всё равно это не смогу сделать. Давай я лучше как-то озвучу это, запишу. Ну, благо, как я и сказал, опыт работы на радио имелся. А это когда было? Какие годы? Это был весна 2008 года. Вот, а на радио я работал, наверное, годы с 2004. И вот, собственно, как говорится, сын сказал, сын сделал. Буквально там за вечер, за ночь я сделал этот перевод на чей-то в этой серии. Приехал к ней в гости на следующий день, уже показал серию в переводе. Ей понравилось... Мама, ваш первый критик. Ну, практически, да. Потом к ней присоединилась соседка Зинаида Ивановна. Они смотрели уже вместе. Правда, да? Правда, это всё абсолютная правда, конечно. И вот с этого момента, как говорит Леонард из теории большого взрыва, и понеслась. И пришла идея. Отлично. Ну, и, собственно, Кураж Бомбей, это полностью ваш проект. Да. Да, вот давайте перейдём к нему и, наверное, к тому название. Давайте с названия начнём. Почему так? Никто не знает, почему так, потому что никто до сих пор не знает, что означает это название. Мы привыкли говорить, что это словосочетание просто хорошо отражает нашу деятельность, скажем так. Ну, ни для кого не секрет, мы занимаемся комедийными сериалами в основном. Смешными, позитивными. И вот название должно передавать эту атмосферу, это настроение, позитиво, энергетики такой доброй, весёлой. Ну... Как-то так. А Бомбей через А, потому что мы не хотели обижать жителей города Бомбей, к тому же он уже давно не Бомбей, а Мумбай, и поэтому решили, ну, пускай будет через букву А. Ну, я думаю, индейцы на вас не обиделись бы. Ну, а вообще, какие достижения у студии? Какие, может быть, уже есть проекты, за которые вы испытываете сущую гордость, выполненные, и какие планы в будущем? Их много, этих проектов. Давайте, у нас много времени. Начиная с теории Большого взрыва, с которой всё началось, и заканчивая какими-то кинопроектами, над которыми я работал, как переводчик этих проектов, так и тот человек, который озвучивал что-то. Ну, на самом деле, очень много. Я не знаю, если кому-то прям интересна такая подробная биография, лучше зайти там на сайт kurashdefisbombay.ru. И всё это почитать. Там есть вся эта информация более подробная, чем сейчас я буду пытаться вспомнить, а что же мы там такого делали. Мы много всего делали, правда, лучше более конкретные вопросы. Да, более конкретный вопрос. Это для той части нашей аудитории, которая вообще не в курсе, чем же вы занимаетесь. Вот давайте поэтапно. Да, хорошо, давайте расскажу. Всё началось вот с такого увлечения, можно сказать. Потому что это явно было хобби, это не было работой на том этапе, когда всё начиналось. Но, как видите, вот, наверное, года с 2012-го, как минимум, это стало перерастать, действительно, в какую-то профессиональную деятельность. Потому что я начал сотрудничество с каналом Paramount Comedy, собственно, с которым я сегодня и приехал в город Воронеж. Галя, Машу, над ручкой. Да, Галя вот у нас здесь сидит, представитель канала. С 2012-го года мы сотрудничаем, именно на канале Paramount Comedy стала выходить «Теория большого взрыва» в озвучке по версии «Кураж Бомбей», а потом ещё, как я встретил вашу маму и Майка Молли, и ещё несколько интересных проектов. Вот мы плавно к достижениям перешли. Вот они они, вот они. Ну, наверное, да. А с 2013-го года я ещё и стал официальным голосом канала Paramount Comedy. Ну, тут точно аплодисменты. Спасибо. Здорово. Ну что ж, давайте небольшую рекламную паузу сделаем, прервёмся. Друзья, я ещё раз напомню, Юмор.ФМ Воронеж, 99.1.ФМ, онлайн-трансляция располагается по адресу www.veselovren.ru. У нас в гостях Денис Колесников, официальный голос кинокомпании Paramount. Ну и, собственно, 251.20.44, телефон прямого эфира, по которому можно и даже нужно дозвониться, чтобы задать вопрос этому замечательному и очень обаятельному человеку. Вы сейчас не в эфире, да? Мы сейчас не в эфире. У нас какое-то время есть на общение со зрителями. Привет всем в Перископе. Да, у нас пока здесь рекламная пауза. Можно с вами пообщаться. Ну, как в его озвучке. Не помню такого голоса, не помню сериала. Всё, кто-то спит, видимо, совершенно. Привет, братук от души. Кураж приветствует Владивосток. Вот Владивосток передает привет. В Казахстан приезжай с удовольствием, кстати, приеду. В Казахстан надо как-то устроить. У нас же есть представительство в Казахстане. Ну, в промо-комедии нет, но ничего не мешает нам. Приехать в гости, да. Так что... Так, в Сургут передавай привет. У нас сегодня тоже. Вот у вас программа по заявкам наверняка есть. Вот у нас тоже здесь. Что не Перископ, то программа по заявкам. Скажи, пожалуйста, Куку, Куку, раз Бомби уже сказал. Прага-Тольятти через Ди-Пис. Я не знаю, что это. Нужно вылететь. Прага-Тольятти нужно. Привет из Киева. Привет. Сидим, смотрим теорию. И тут начинается трансляция. Fire, fire. Скажешь легендарно. Да, люди ещё очень любят, когда я говорю вот эти все фразы из Синкома. Видимо, сейчас будут звонить и тоже просить об этом. Что вечером за мероприятие? А сегодня в Воронеже мы приехали с каналом Paramount Comedy и Дом.ру. Всё это устраивает. Мы будем смотреть теорию Большого Взрыва. Там две последние серии. Что ещё там будет? Будет мастер-класс. Все желающие, кто придут туда, это кинотеатр Юность. Вы знаете, какой адрес у кинотеатра Юность? Нет, на память не знаю, но... А сейчас нам подскажут. В общем, в кинотеатре Юность вход, я так понимаю, свободный. И там в холле будет проходить озвучка. То есть вы даже можете прийти, попробовать себя в озвучке, там каких-то фрагментов из теории Большого Взрыва. Вот мы для этого и приехали в Воронеж, чтобы вас повидать, себя показать, посмотреть адрес. Массажерская Семь. Закрылась. Ну, в общем... Массажерская Семь. Семь. Кинотеатр Юность. Дорогие воронежцы. Да, воронежцы, правильно? Да, правильно. Правильно, воронежцы. Приходите, пожалуйста, сегодня... Вы не спрашиваете, как правильно говорить, жительниц Воронежа называть? Потому что я не знаю. Ага, хорошо. Воронежанки. 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 Красиво. Святая корова. Ну, да. Тут просят, просят этих... Просто вечером приходишь в клуб, а ты, наверное, воронежанка. Как ты? Как ты воронежанка? Воронежанка. Больше теории ждет в России. Ну, что будем говорить, ну, это все, как это происходит. Только у Кураж Бомбей, это мы уже вроде как сказали. Я думаю, у нас те слушают, которые это знают. Ну, да, наверное. Просто я так предполагаю, что не только человек там сидит, там, звонит в автобусе, а Рейсову ему там 54 годик, и он вряд ли знает. Вот. Ну, ладно. Так, потом будет «Вы женаты», потом «Каким надо голосом упадать, чтобы стать таким популярным». Другими словами, где-то дверь куда входит, чтобы озвучить кинофильмы, сериалы и клипы. Я не знаю, выяснили. Интересный вопрос. Сережный вопрос. Где-то дверь куда входит, чтобы... Так, ладно. Сейчас мы пока там просили сказать голосом кого-то, да? Да, уже. Не один раз причем. Да? Ну, еще раз. Можно для эфира потом? Ну, если будут конкретные заявки, без проблем. Видимо. Хотя это, знаете, есть шутки, кстати, по поводу... Вот почему я не то, что не люблю эти фразы произносить, но просто есть хорошая шутка, которая объясняет все, знаете, вот, наверное, да? Типа, чувак, ты КВНчик, да? Ну, давай пошути. Да, да, да. Вот, ну, примерно то же самое, наверное. Ты, Кураж, бомбей, давай, скажи нам, пугагашенька. И все. Ладно. Так, ну, посмотрим, сейчас номер телефона скажем, обзвоним. Я надеюсь, что с хорошими вопросами. Да ладно, ну, как бы, и на плохие будем отвечать, но во что делать? Работа такая. А как же вот это, вот, я просто смотрел, когда скачиваешь, там, грубо говоря, там, американского папашу, и в конце озвучено? Нет, нет. Это кто-то, видимо, уже брали, да, брали заставку и представляли ее, видимо. Я не знаю, для кого, для чего это. То есть мультсериалами, я, нет, я мультсериал никогда не озвучил. Единственный мультик, вот, Индюки, назад в будущее, 3D. Ну, давай ты это скажешь сейчас, если у тебя. Да без проблем. Как? Нет. Все, мы выходим в эфир, да? Гостиниц на Юмор-ФМ Пожалуй, хватит нам Натальи Сенчакова и Виктора Рыбина слушать. Вернемся в студию. Наталья Сенчакова и Виктор Рыбин были? Да, да, да. Вы знали, это знаменитейшая песня этого дуэта. Итак, возвращаемся мы в студию. Телефон 251-2044. Это телефон прямого эфира. Юмор-ФМ Воронеж с вами на связи. Гостиниц, программа так называется. У нас в гостях для тех, кто только-только присоединился. Денис Колесников. Денис, скажите, пожалуйста, нам, что вы озвучиваете? Вот, что хотелось бы узнать. Так мы же вроде в начале программы это как-то немножко перечислили. То есть, там, теория большого взрыва, как я встретил вашу маму, Майк и Молли, все ненавидят Криса. Были еще короткие сериалы, там, Мэттедмен и Редман, Живу с моделями. А если говорить правильно, а из анимации какие работы у вас? Из анимации, да, вот кто-то там напутал насчет американского папаши и... Кайф, это, наверное, был я. Из анимации, наверное, только вот полнометражный мультик, который выходил в кинопрокаты «Индюки» назад в будущее в 3D. Вот, там я озвучил причем сразу двух главных героев. Отлично. Так, друзья, 251-2044, давайте, просыпайтесь, дозванивайтесь, что самое интересное к нам в эфир. Я думаю, что телефон не так уж и занятый. Сейчас мы Дениса попросим... Ну, я понимаю, что от этой просьбы, наверное, у вас уже в голове какие-то метаморфозы. Ну, ну... Это начальство звонит уже? Это начальство, да? Нет, это телефон, давайте, поднимем трубку. Не надо, хочет сказать начальство. Алло, здрасте. Алло, здравствуйте. Да, вас? Здравствуйте. Как зовут вас? Здравствуйте, Сергей, меня зовут, постоянный вас слушатель. Ага, Сергей, ну что, вы хотели бы спросить что-то? Я хотел бы вот точить вот вашего гостя вот по поводу его сотрудничества со Содиот Карамба ТВ и озвучки вот RWG, вот. Как у них вот с этими ребятами, вот как, что у них? А, ну, я понял, о чем речь. Да, речь идет о шоу Рэя Уильяма Джонсона, который я переводил и озвучивал для проекта Карамба ТВ. Ну, видимо, в тот момент, когда Рэй сам решил закончить свое участие как ведущий собственного шоу, на тот момент наше сотрудничество как-то и прекратилось. А так до этого, да, мы почти три года вот переводили, озвучивали это шоу. Это шоу, с которого, как любит говорить Макс плюс сто пятьсот, оно его вдохновило на его вот эти обзоры видосов в интернете. Именно Рэй Уильям Джонсон его как-то сподвиг. Да, друзья, 251-244, еще раз, номер телефона запишите, программа наша продолжается. Юмор.фм.Воронеж имеет группу в соцсетях ВКонтакте, сейчас на нее смотрю, так что заходите, пожалуйста, в комментарии под любым из двух последних постов. Можно задать вопрос Денису, он человек очень обаятельный, очень добродушный, я так думаю, что с превеликим удовольствием ответит. Денис, знаю, знамучили, но все равно вернемся. Что-нибудь голосом, ну, пожалуйста, просто спешл фо юмор ФМ Воронеж. Спешл фо юмор ФМ Воронеж, скажу, бугагашенька. Я думаю, те, кто смотрит Юрий Большого Взрыва, те должны понять, откуда это и что это. Те, кто не смотрит, ну, наверное, подумает, что-то человек сошел с ума, говорил обычным голосом только, что сейчас перешел на какой-то сиплый, легендарно. О, и пошло, вот в перископе сразу пошли лайки и радость Купер, да, доктор Шелдон Купер. Друзья, специально для вас тоже. Спасибо вам большое, что присоединились к этой трансляции. Вот видите, сказывается профессионализм радиоведущего в прошлом, ну, может быть, и в настоящем, не знаю. Мне хотелось у вас, Денис, спросить, кумиры, голос Леонида Володарского или, может быть, кто-то еще, на кого хотелось быть похожим в юности? Были ли вообще какие-то идеи, мечты, чего не хватает для этого, ну, скажем, идеала сейчас? Ну, конечно, я, как и все те, кто выросли в 90-х на вот этих видеокассетах этой эпохи ВХС, конечно, я рос и на голосе Володарского, и Андрея Гаврилова, и Алексея Михайлева. Скрывать этого не буду, не скажу, что я в какой-то момент решил, что вот, насмотревшись видеофильмов, что я тоже стану таким переводчиком закадровым. Нет, это произошло, я повторюсь, очень, можно сказать, даже случайно все-таки вся эта история с теорией Большого Взрыва произошла. То есть, ну, мне всегда нравилось, как ни странно, да, еще с самого детства все-таки нравилась вот эта подача, то, как они работали голосом. У каждого уже была своя фишка, да, если у Володарского он такой слегка гнусавый голос. Алексей Михайлев, ну, это был мастер комедии в 90-х, то есть его голос в фильмах «Один дома», ой, «Аладдин» только чего стоил в его озвучке Алексея Михайлева. Плюс еще, мне кажется, вот я могу ошибаться, еще и суть вашей работы, она и в переводе заключить правильно. Да, конечно. У меня есть команда переводчиков, которая работает над каждой серией того или иного сериала, у меня же есть всегда, так сказать, финальная редакторская правка того, что они перевели и что мне в итоге нужно озвучивать. Так что, ребят, знайте, Денис Холесников вручается перевод правильный. Ну, зачастую, да. Хотя мы все живые люди, и бывает что-то, чего не знаешь, и даже, скорее, не то, что чего ты не знаешь, просто все-таки вы должны понимать, что есть определенные особенности, даже культурные, в юморе, в том числе, американских ситкомов, есть вещи, которые понятны только им, американцам, англичанам, если вы смотрите английские ситкомы, например. Поэтому некоторые вещи просто очень сложные. Хочется, ты можешь даже приблизительно понимать. По аналогии подобрать, да? Да, и приходится что-то адаптировать, искать какие-то аналогии, но без этого никак. Потому что есть вещи, которые понятны только им. Здорово. Как вы меня заинтриговали. Ну и, собственно, Денис, вы нам скажите, где же та дверь, куда входит, чтобы озвучивать кинофильмы, телесериалы и клипы? Вот, кстати, я не могу вам здесь чего-то... То есть, нету какой-то конкретной двери, понимаете? Для меня вот все началось с мамы. А сейчас, мне кажется, прогресс вырос настолько, что, купив домой какой-то микрофон и звуковую карту, любой может сесть, взять какой-нибудь ролик или видеофайл из интернета, просто взять его озвучить и потом точно так же, там, как-то выложить в интернет или показать друзьям или что-то еще и найти свои 15 минут славы. Согласен. Ну, а вот, ну, просто вот на ваш взгляд, может быть, какими-то критериями должен обладать голос у человека, чтобы хоть как-то его заметили, чтобы он на какую-то популярность набрал? Может быть, есть какие-то фишки специализированные? Ну, кстати, конечно, вот работа радиоведущего, наверное, будет способствовать вам, то есть, помогать, во всяком случае, в этом очень во многом будет помогать, это точно. Наверное, еще больше помогло бы какое-то актерское образование, но у нас в России практически нет, по-моему, специальной школы, дубляжа или озвучки, то есть, люди либо приходят, это действительно вот прям, ну, то есть, понимаете, с харизмой такой, что ты приходишь и можешь это делать, либо ты очень долго пытаешься, ну, то есть, если у тебя есть желание, это тоже очень важная вещь, если у тебя есть желание, может быть, все не сразу получается, это займет какое-то время, нужно пройти какой-то путь, Но, если ты этого хочешь, если ты очень серьезно хочешь этим заняться, к этому стоит стремиться, пробовать себя. Друзья, если есть большое желание, а я думаю, что у многих наших радиослушателей оно имеется, вы, пожалуйста, прислушайтесь сейчас к этим словам и просто поставьте себе цель. Как-то так. Ну что, давайте посмотрим еще, что у нас есть в плане вопросов. В Перископе есть какие-то вопросы? Нет, пока все, видимо, слушают нас внимательно. Слушают внимательно и правильно делают, друзья. Итак, вопрос для Дениса. Только что Боря Донченков написал в эфире. Боря, если неправильно фамилию сказал, вы уж сори. Трудно ли было делать русификацию для сериала «Все ненавидят Криса»? Много ли времени это заняло? Ну, кстати, да. Я хочу сказать, что именно вот эта адаптация «Все ненавидят Криса», она, конечно, занимала приличное количество времени, наверное, даже раза в два больше, чем если бы, там, брать и редактировать серию обычного сериала. Потому что, ну, нужно было продумывать, начиная от имен и названий до даже адаптации каких-то шуток. Поэтому, да, это был очень кропотливый процесс. Ну, вот, видите, раз вы запомнили и обратили на это внимание, значит, оно того стоило. А вот тут есть интересный тоже вопрос. На сайте говорится, что кроме переводов вы занимаетесь еще и чем-то вроде бы как свадебным ведущим или ведущим корпоративом. Давайте мы вам рекламу в Воронеже сделаем. Да, спасибо большое за рекламу в Воронеже. Это действительно так, я работаю ведущим на различных мероприятиях, иногда даже диджею, и это вот тоже часть меня. Частенько приходится. Ну, сейчас нет, кстати. Все-таки раньше как-то... Кризис. Ну, может быть, это связано с кризисом, может быть, это связано с тем, что я сейчас просто в большей степени ушел в работу именно на вот закадровую озвучку. Здорово. Ну что ж, друзья, давайте перервемся еще на небольшую музыкальную паузу, дадим возможность нашему гостю немножко передохнуть и вам собраться с мыслями. Еще раз напоминаю, 251-244, прямой эфир, весело-врн.ру, там онлайн-трансляция. В группе юморов и Воронеж можно задавать вопросы, ну и дальше вы, я думаю, разберетесь. Поехали. Так-с, 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 так-с. Кто такой эльфторговец? Ну, наверное, проще погуглить. Да, проще погуглить, потому что ответ там прям в первом ряду идет, ответ на этот вопрос. Вы озвучивали Оскар 2015? Нет, я озвучил лишь вступление, 8-минутный ролик есть где-то в интернете. Посмотрите, там, где Нил Патрик Харрис открывает церемонию. То есть, всю церемонию я не озвучил. Какое хобби от работы? От работы, какое хобби? Ну, наверное, вот как раз-таки музыка, диджейинг. У меня есть свой подкаст музыкальный, называется «Горячо». Если у вас есть iTunes под рукой где-нибудь, там, в телефоне, в iPad, можете поискать. Подкаст «Горячо». Будут ли автографы? Да, сегодня будут автографы в юности. Приходите, можно будет сфотографироваться, взять автограф, пообщаться, насколько это только будет возможно. Потому что обычно очень большая очередь, и все хотят пообщаться, сфотографироваться, взять автограф. Ну, вот, точно могу сказать, что сфотографироваться, взять автограф можно будет, а вот так, чтобы прям с каждым пообщаться. Но, если там 200 человек, на каждого, если отвезти по минуте, ну, только приличное количество времени. За полночь уже уйдем из юности-то. Так, самый любимый проект из сериалов, ну, из сериалов, конечно, «Теория Большого Взрыва». Какие наушники используешь? Вот здесь использую «Пионер», у нас в студии «Сони МДР» что-то там 75, я не помню. А для себя? Для себя, в смысле, диджейский. А, у меня… Нет, просто ты наушники по городу ходишь? Да, ну, эти обычные, которые там с телефоном, с айфоном, беленькие. «Как я встретил вашего вам?» Ну, конечно, тоже любимый проект, но спросили самый любимый. Я сейчас вернулся к любимому проекту. Да, а самая любимая, ну, «Теория Большого Взрыва», потому что с ней в любом случае все началось. Вполне нормально, что кому-то больше Крис нравится. Кому-то… Есть большие фанаты Майка Молли, которые смотрят только Майка Молли вообще. Любимый актер не задумывался как-то никогда. Мне нравится фильм, как он, господи, «Форест Гамм», то есть, наверное, можно сказать, что Том Хэнкс. Что еще? Болел ли я за «Декабри»? Болел ли я за «Декабри»? Ну, он на «Оскар». Ну, я, кстати, я рад, что он его получил, этот «Оскар», наконец-таки. Ну, так вот, что прям, ну, дайте же ему «Оскар». Нет, такого не было, конечно. Сейчас минуты 16. Да, хорошо, конечно. Ну, пока еще здесь есть вопросы и обсуждения. Какой сериал сейчас смотрите? Я смотрю сейчас «Кодячих мертвецов», смотрю «Симпсонов». Что еще? Что еще из нового я такого смотрю? Да, наверное, вот больше вот эти два как-то основной нитью идут. Остальное все то, что только по работе. Группа «Руки вверх», «Руки вверх» у нас «Кодячих мертвецов». «Игра престолов». Я, кстати, небольшой фанат, ну, то есть, как бы, серии выходят потом, я их смотрю. Если не выходят, я не расстраиваюсь и не мучаюсь год, пока начнет следующий сезон. Совершенно, абсолютно. Актер Дубляжа будет правильнее сказать? Ну, я в смысле, нет. Меня вряд ли можно назвать актером Дубляжа, потому что все-таки Дубляжом я занимаюсь очень-очень редко. Потому что у меня все-таки в большей степени именно закадровый перевод и озвучка. С актером Дубляжа это немножко другое. Нет в жизни столько боли захватывающего, чем ступень дверь. Гостиниц на Юмор-ФМ. Продолжаем мы, друзья, брать интервью, разговаривать, общаться с хорошим человеком Денисом Колесниковым. Много сразу, могу заметить, вопросов поступает и в Перископе Денису, и здесь, в группе Юмор-ФМ. Вот слово начальство звонится. Не надо упоминать, что и наше начальство. Алло, да, здрасте. Да, 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 здрасте. Добрый день. Алло, вы слышите меня? Да, слышу. Да, это хорошо. Как вас зовут? Сергей. Сергей, ну что, давайте, ваш вопрос, Денис Сергей. Я хотел бы спросить, считаете ли вы себя актером как таковым, или для вас это просто озвучка, я не знаю, переживаете ли вы образ, который вы озвучиваете? Ну, вживаетесь ли вы в роль, да, Сергей? Актером я себя точно не могу назвать, потому что все-таки для того, чтобы назвать себя там актером дубляжа, вот мы сейчас за кадром немножко пообщались на эту тему, это действительно, наверное, нужно получить какое-то актерское образование, как минимум. Все то, что я умею, я научился, наверное, сам. То есть, у меня нету каких-то учителей, то есть, вот все то, что там с 2008 года существует... Это аплодисментов заслуживает, это здорово. И поэтому, ну, а насчет того, что вживаться, конечно, приходится, ну, а иначе как? Иначе не будет вот той живости, того куража, и того бомбия. Как это в Америке называют? Self-sate man, да, кто сделал себя сам? Self-made. Self-made man. Self-made man. Здорово. Вот, пожалуйста, Денис, живой пример. Тут есть вопрос следующего содержания. Так-так-так-так, поступали ли к вам предложения озвучить русский мультфильм? Если нет, то голосом какого мультгероя он хотел бы ставить? Да вот мы сегодня говорили, что как-то у меня с анимационными проектами не густо, скажем так. И, видимо, пока еще не было того русского проекта, за который я хотел бы взяться и кого бы я хотел озвучить. Может быть, всему свое время когда-нибудь это наступит. Ну, про любимый проект тоже за кадром говорили, это теория большого взрыва, да? Да, теория большого взрыва, но с ней все и началось. Собственно, это логично. Тут есть у меня несколько таких, ну, можно сказать, каверных вопросиков. Как в связи с тем, что Тольятти является вашим родным городом, вы относитесь к отечественному автопрому? Есть ли не брать в учет то, что это место вашего рождения? Ну, кстати, родился-то я не в городе Тольятти. Значит, можем смело говорить правду. Я там вырос. Да, да нормально отношусь я, кстати, к Тольяттинскому автопрому. Знаете, хорошо, у тебя на каждом углу буквально СТО, Лада. Ты можешь, если вдруг что, вообще никаких проблем. Заехал за один угол, тут одна из ТО, заехал за другую, другая из ТО. Понимаешь, что, ну, проблем с починкой нету никогда в Тольятти. Ну, и тут, наверное, логичный вопрос, да, или вопрос, который по-любому наклевывается у многих наших радиослушателей. А почему Кураж Бомбей в Тольятти находится, почему вы не в Москве? Да вот, понимаете, как-то современные технологии позволили нам остаться в городе Тольятти и спокойно оттуда работать. То есть, если мы какие-то там файлы или что-то делаем, готовим, то, естественно, сейчас посредством интернета можно все это отправить в любую точку мира. То есть, по факту, я как голос, я могу вообще находиться не только в Тольятти, не только в Воронеже, где угодно могу находиться, где есть вот такая замечательная студия, например, да, или там закрытая. Как наша, напрашивая всем на комплиментах. Да, где можно записать ту или иную реплику или там серию или еще что-то и потом просто отправить ее звукорежиссеру, который может тоже находиться где угодно. Хоть в Таиланде, хоть в Москве, хоть в Санкт-Петербурге, который все это потом подготовит, соберет и отправит уже финальный файл тому, кому следует. Я, кстати, надеюсь, что наш звукорежиссер тоже все это слышит. И подумывает, как бы уехать в Таиланд, может быть, на лето и оттуда поработать. Возможно, возможно, не знаю. Так, перейдем мы к другим вопросам, которых у нас масса просто. Это здорово, что они есть. 251-2044. Друзья, активнее. Хотелось бы и ваши живые голоса в конце концов слышать. Так, так, так. Так, наверняка у женской аудитории вопрос, женаты вы? Да, я женат. Все, девушки обломать. Сейчас я обломать женат. Так, ну и расскажите, ну, коротко, то, что можно сказать о личной жизни, потому что, если хотите. Да, все хорошо. Мою жену зовут Карина. Вот, наверное, все, что вам стоит. Мы можем ей передать привет. Карина, тебе привет, если вдруг ты сейчас слушаешь или смотришь, может быть, в перископе это. Ну, блин, кто-то написал в перископе только что в комментарии. Так, у нас есть звонок. Давай, 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 давай. Алло, здрасте. Привет, все, вам приветствую. Денис, Алексей, мне зовут. Здравствуйте. Здрасте. А вот подскажите, в контексте вашей беседы было отмечено, что возможность отлучания, она не привязана к какому-то конкретному месту проживания. А готов ли вы сотрудничать с специалистами, скажем так, в этой сфере из нашего города? Угу. Я думаю, что также вот на такой замечательной студии, как ваша, кто-то хочет записывать себя как, ну, тоже, видимо, как актер закадровой озвучки и потом присылать нам, ну, то есть какие-то совместные работы. Ну, скажу честно, вот в этом плане, наверное, нет, потому что все-таки у всех разное оборудование. То есть у всех разные студии, да, у всех по-разному как-то отстроен звук, и потом, ну, чисто технически, наверное, это все можно делать, но мы все-таки стараемся, если мы пишемся, то есть, вот, например, совсем недавно в проекте появился «Женский голос» Ирины Ефросинина, с которой мы переозвучивали, как я встретил вашу маму для канала Paramount Comedy как раз-таки. Ну, вот она живет и работает в Тольятти, а вот если бы, то есть действительно много приходит пожеланий, предложений на почту проекта «Давайте сотрудничать, давайте записываться», но очень важно понять, что когда ты находишься в студии с человеком, да, ты можешь ему как-то объяснить, что ты хотел там, потому что все-таки у нас проекты такие, можно сказать, зачастую брендированные, в том плане, что люди уже привыкли, что эти проекты должны звучать моим голосом, да, и кому как не мне. Человеку, озвучившему 9 сезонов той же самой «Теории Большого Взрыва», знать характеры героев и какие-то повадки, их даже манеру говорить. Поэтому, а когда человек находится где-то в Воронеже или еще, ну, он запишет, конечно, свою версию, это будет его, наверное, вес. То есть, если мы говорим по версии «Кураж Бомбей», ну, а это по версии Васи, Васина, например. Воронеж Бомбей, нет, ну, «Воронеж Бомбей» уже не звучит. «Кураж Воронеж». «Кураж Воронеж». Воронеж город Куража, есть замечательное видео в интернете. Ладно, давайте еще о роде деятельности несколько слов и перейдем уже к более таким отдаленным от работы вопросам. Нехитрым способом, естественно, узнал, что вы еще и музыкальный диджей. В каком стиле играете? Ну, наверное, корнями все это уходит в хип-хоп и ритм и блюз, а сейчас я уже более какую-то электронную музыку играю, то есть какое-то бейс-направление, там, не знаю, трэп, футворк, что-то, грайм какой-нибудь. Ну, ваши произведения, они в открытом доступе в интернете? Нет, мои произведения, если вы имеете в виду подкасты, то, конечно, их можно найти, но это мои миксы, это не мои музыкальные произведения. Ну, послушать их, естественно... Ну, конечно, можно, а мои музыкальные произведения, они все еще лежат где-то в столе, потому что я все никак не займусь их релизом, нет, вначале доведением до ума, а потом уже релизом. Вот «Мистер Ди», сценический псевдоним, это как раз по вашей клубной музыкальной деятельности. Так что, друзья, у нас тут не только Денис Колесенков, но и диджей «Мистер Ди». Ну, можно просто «Мистер Ди» без слова «Диджей». Хорошо. Так, есть у меня еще, по-моему, вопрос, да, ну и, опять же, это... Серьезно вы хотите с музыкальным диджейством заниматься или это своего рода хобби? Ну, это скорее, знаете... Что в приоритете? В приоритете, конечно, работа. Работа, то есть озвучка. Музыка – это такое хорошее хобби, которое помогает мозгам и душе отвлечься, когда работы становится слишком много и нужно как-то развеяться. Сейчас мы к музыке вернемся. Хорошо. Вот в разделе ВКонтакте «Любимая музыка» написано «Горячо». Это какой-то проект? Это как раз-таки название подкаста. Подкаст называется «Горячо». Музыкальный подкаст «Горячо». Угу. Да. Все ясно. Отлично. Так, давайте уже, наверное, к отдыху переходить и о друзьях будем разговаривать. Какие они, по вашему мнению, должны быть? Я не спрашиваю про конкретно ваших, но есть понятие «Идеальный друг в вашей жизни» или, может быть, как вот он характеризуется? Друг, которого можно с большой буквы «Д» назвать таковым. Ну, вот, знаете, есть хорошее же выражение «С кем ты пойдешь в разведку». То есть, хороший друг – это тот, с кем ты действительно, что называется, пойдешь в разведку. А качество у друга, их может быть очень много, и, кстати, и хороших, и плохих, потому что иногда дурные качества, они тоже имеют определенную такую романтическую прелесть. За что мы любим некоторых друзей, которые могут, приняв чего лишнего, зато устроить такой кипиш на вечеринке, что ты потом будешь вспоминать до конца жизни. В сериале «Теория большого взрыва» – это настоящая дружба у ребят? Я думаю, что да. Отлично. Я думаю, что да. Так, значит, ну и, конечно, про соцсети. Традиционно ваше отношение к соцсетям. Кину заявку сегодня, добавите в друзья? Да без проблем. Так что это здорово, это уже большой плюс. Отдых, отдых. Давайте перейдем к нему. Где любите отдыхать? Дома, кстати. Ну вот, да, я такой, наверное, в жизни человек домашний. Я вообще, мало кто догадывается, но мне кажется, я в большей степени интроверт по жизни. То есть, это только кажется, что вот я такой веселый и позитивный. Нет, я, конечно, веселый и позитивный, но все-таки в качестве интроверта, когда я нахожусь в минимальном окружении людей, они сразу же начинают как бы распространяться на этих людей. То есть, мне гораздо проще выйти, как вот сегодня в кинотеатре «Юность» на большой аудитории, там 200-250 человек, даже больше иногда бывали аудитории, и со сцены как-то общаться с этими людьми, нежели находиться в небольшой компании. Вот даже не знаю, почему так, но как-то так складывается. Ну, а есть, может быть, такие места в родном городе, например, в родном Тольязи, куда... Да, я куда-нибудь летом люблю уезжать на дачу и там проводить время свободное. Отлично. Так, ну и давайте, наверное, к финальным вопросам. Друзья, активней 251-2044, потому что времени не так много, как хотелось бы, вопросов много, все они разнообразны, мы их всех еще и стараемся перебрать, потому что на некоторые Денис уже отвечал. Где-то я видел вот что. Очень интересно, есть ли цитата, с которой вы по жизни, может быть, любимый афоризм, который вспоминается в житейских или деловых ситуациях? Ну, разных. Например, никогда не разговаривать с человеком, если в его имени есть буква «Б» или в поездках не покупать ряженку, кефир, чревато. Ну, может быть, какие-то такие правила негласные. Слушайте, никогда об этом не задумывался. Я просто вроде как начали вопрос с афоризмов, а тут потом про кефир что-то откуда-то взялось. Бывает. Ладно, ладно. Дальше поехали. Так-так-так-так-так. Ядрёна-кочерыжка, Бугагашенька, это что за слова такие? Непонятно. Да, Бугагашеньку мы уже слышали. Да. Про ядрёну-кочерыжку я не слышал. Это Раджеш. Раджеш Кутропали, один из героев теории Большого взрыва. Это одна из его тоже коронных фраз, так же, как и «Святая корова». Вот это тоже его. Здорово. Раджеш, да. Вот люди сразу в перископе обратили внимание, что это был Радж. Как вам у нас в Воронеже? Мне очень понравилось. Мы, правда, успели дойти только до площади Ленина. Очень красиво у вас. Вы знаете, мы вот проехали этот тур совместно с Дом.ру и про Маунт Камеди, и в каждом городе как-то, ну, смотря на архитектуру, начинаешь сравнивать с другими городами, в которых ты уже был. Знакомые товарищи тут есть у вас какие-нибудь? Нет, к сожалению, знакомых у меня здесь нет. Так вот, я обратил внимание, точнее, мы пришли к выводу сегодня, когда тоже прошлись прогулялись, что у Воронежа все-таки определенная такая интересная архитектура. Она не похожа, ну, во всяком случае, на те города, в которых я когда-либо бывал. Вот не похожа она ни на один из этих городов, поэтому вот стоит себе взять на заметку, что у Воронежа такая интересная архитектура и вообще как все расположено. Ну, у вас красиво. Надо как-нибудь, наверное, летом их приехать. Как вам наши девушки? Они у нас, говорят, самые красивые в России, а может быть и в мире. То же самое говорят в Самаре, в Тольятти, но в любом случае, девушки, вы прекрасны, но я женат. Так, отлично. Давайте небольшую паузу сделаем, друзья. Прогноз погоды послушаем, ну и, собственно, дадим Денису немножко передохнуть, а вам тоже собраться с мыслями. Гостиница 99.1 FM продолжаем. Здесь когда-нибудь зачитывал «Кармаз погоды»? Ну, когда на радио работал, наверное, да. Я могу дать, ты не считаешь? Нет, просто это тема «Кармаз погоды» по версии «Кураж Банг». Нет, ты же видела этот ролик, где СТС «Челябинск» с этой... Да, 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 да. Ну, слушай, это интересная история. Но это вирусный ролик, мне кажется, думаешь, он реально у них в эфире выходил? Нет, он выходил в эфире. Там другая история была, что они пустили этот ролик в интернете, на сайте, на пробный период, в течение которого решалась. Выйдет она в эфир или нет, но чем это закончилось, я не знаю. Я не досмотрела никогда. Спасибо. Без дождя, давление атмосферное чуть ниже нормы, и с востока подует ветер от 4 до 5 метров в секунду. Что касается нынешней ситуации, то в городе сейчас 7 градусов тепла, пасмурно, в отдельных районах наблюдается дымка, дует слабый северо-восточный ветер метр в секунду. У нас гостиниц продолжается, в гостях Денис Колесников. Реклама спонсора. Ну, в принципе, у нас тут уже все, заключительные вопросы. Я не думал, что такое количество будет. Ну, они, наверное, еще и повторяются, да? А? Повторяются, наверное. Повторяются, повторяются. Я не могу, там просто они гибли. Сейчас я... Тут еще несколько слов надо сказать женщинам в преддверии 8 марта. Вот. Хорошо. И потом у нас... Да, я думаю, это все уже будет, потому что надо уже будет выходить на федеральный... Ну, вы знаете, что такое трансляция. Надо уже будет выходить на федеральный эфир. Вот, поэтому... Спасибо вам большое за вашу работу, лучшие средства. Спасибо вам большое, что смотрите. Это конечно. Сейчас после этого рекламного ролика? Да, да, после... Я скажу вам. А, хорошо. Пока можете пообщаться, там, без кабинетов. Ну, вот сейчас... Спасибо, спасибо. Что вы думаете про затеи выпустить русские адаптации сериала «Доктор Хаос» «Американская семейка»? Давайте они пускай их выпустят, а мы посмотрим. Надо дождаться, как минимум. Кстати, «Американская семейка» настолько популярна, как формат, что в Италии, в Греции и, по-моему, в Иране сделали свои версии, действительно. Ну, вот будут делать еще и в России. Нет? Ну, я про это не слышала. Я слышала... Ну, вот спрашивают, что про «Доктор Хаос». Да, про «Доктор Хаос» я, кстати, буквально... Ну, есть адаптация вот этих, кажется? Это не то. А сейчас с компанией Бондарчука теперь хочется снимать все это дело. В сериальном «Трингице» я как раз рассказывал об этом. Вчерашний выпуск как раз. И как адаптируют... Чего? Однополую семейку, наверное, как-то... Я не знаю, как ее адаптировать. Я не занимаюсь адаптацией американской семейки, друзья мои. Кстати, а как она будет называться? Российская семейка она будет называться. Российские семейки. Нет, это... Это трусы уже какие-то получаются. Просто семейка. Денис, мы ждем тебя во Владивостоке. Слушайте, очень бы с большой радостью и удовольствием приехал бы в Владивосток. Но, насколько я знаю, пока у планов у «Парамоунт Камеди» и «Дом.ру» туда ехать нет. Но все зависит от вас, друзья мои. То есть вы можете повлиять на то, что... Да, все зависит от вас. Можете повлиять на то, чтобы «Дом.ру», например, организовали у вас подобное мероприятие. Я с удовольствием приеду. Мне очень нравится вот этот вот тур, который мы начали еще в ноябре прошлого года. Тогда у нас было сколько? Шесть. Шесть городов. Вот сейчас, на прошлой неделе, мы были в Волгограде. Сегодня в Воронеже. Да, Воронеж, если что, сегодня в 20... Нет, в 19. В 19.00 начинается пресс-конференция, а в 20.00 начинается уже, ну, основной, да. Как мы можем... Как они могут повлиять, действительно, на Волгограде? Ну, пишите побольше. Пишите побольше, да. Пишите в группу «Дом.ру» ВКонтакте. Пишите в группу «Парамоунт Камеди», что мы хотим, чтобы вы приехали к нам с лучшими сериями «Теории Большого взрыва» с Денисом Колесниковым. Ну, только надо угадать, чтобы сезон «Крабов» был. Вот я настаиваю. Вот представитель, как это некрасиво подгадать сезон «Крабов», чтобы было бы, что такое. Ну, в 19.00 «Крабы». А, точно, точно, я просто думал, что... У нас их нет, «Дом.ру» пишет. Ну, а «Парамоунт Камеди»-то есть, я надеюсь. В Волгограде-то есть «Парамоунт Камеди». Ну, конечно, есть. Ну, вот. Ну, то есть, в любом случае, пишите тогда «Парамоунт Камеди». Давите на них. Так, Рязань ждет «Бугагашин». Давите, шикарно. Рязань ждет «Бугагашин». Надо в Рязань тоже, наверное. Сейчас здесь начнется список перечислений городов, куда нужно приехать. Мы можем просто как-то сыграть в игру «Города». Да. Ну, вот сейчас, наверное, да. В Рязань, Вижний Партовск. Игра в «Города» и начнется. Где бы вы хотели увидеть мероприятие по версии «Кураж Бомбей» совместно с «Парамоунт Камеди»? Сейчас пойдем в комментарии. Хабаровск, Москва. Вот, пожалуйста. Я слышала про такой город. Ты слышала про такой город? Якутск. Кто-то вот «Астана». Ну, вот, видишь, в Астану очень зовут. Надо, да, надо подумать. Великий Новгород. Круто. Пока Казахстан с вами. Ну, да, про «Астану» вы сказали. В Москве тебя ждем. Удивительно, кстати, казалось бы, тут из-за комментов меня не всегда видно. Я понял, что комменты бегут в этой стороне. И поэтому, наверное, закрывает мое лицо, когда я вот здесь говорю. Так, что-то там про «Дэдпулы» было. Ну, ладно. Сейчас, через минуту уже выходим. Все, уже выходим. Ну, я так понимаю, это наш последний выход. Нет, ну, да, последний выход. Там надо будет сказать буквально несколько слов на прощание. Ну, и поздравим. Ну, там два вопроса такие несложные. Сейчас мы все это в эфире скажем. Ну, тут я разговариваю. Зайвка ВК отправлена. Денис, отлично вам времяпрепровождение в столице Черноземья. Ну, наверное, вы и так все видите. Что-то смс-ки мне пишут. Чикаго. Ну, это как раз Денис Шадинский. Ух, ну, привет, пацанка. Передает всем привет. Ух, ну, привет, пацанка. И говорит, что нужно приехать в Чикаго. Какие мы про «Дэдпулы» говорили, да? Мы пока не можем говорить, да. Мы пока не можем говорить, к сожалению. Как только будет возможность, обязательно расскажем. Сейчас мы в голову пройдемся по этим вопросикам, и все. Спасибо. Да, блестящие. Кто-то услышал, что блестящие играют. Да, облака. Какие новые сериалы есть, Плана Хазовича? А вот мы как раз, я же говорю, мы не можем сейчас пока рассказать об этом. Нет в жизни звука более захватывающего, чем стук в дверь. Гостиниц на Юмор-ФМ. Продолжается наша программа, друзья, хоть и подходит к своему финальному концу, поэтому несколько вопросов давайте голопом по Европам, так сказать, к Денису адресуем. Есть вот такой вопрос, но тут как бы Денис на него может сразу ответить. Какие новые проекты? Новых проектов вот в данный момент, блин, ну я даже не могу сейчас ответить, потому что мы пока не можем раскрывать информацию. Но вот, знаете, одну могу такую маленькую занавесу тайны приоткрыть. Это касается... Сегодня много говорили о том, что мультипликационные проекты. И вот хочу сказать, что в ближайшее время выйдет даже парочка мультипликационных проектов, которые я, правда, я не озвучиваю, но в которых я принимаю участие в качестве переводчика и адаптатора текста. Это будет именно кинотеатровая история, то есть это потом можно будет посмотреть в кино. Ну, я думаю, вы все увидите где-нибудь в новостях в группе ВКонтакте или в Фейсбуке по версии Кураж Бомбей. Сразу информация появится. Отлично. Прятаю небольшую тайну. Да, все, и тайны тут тоже раскрываются в программе гостиниц. Еще два вопросика, буквально несколько слов. Сколько человек в Кураже всего трудится? Пять человек у нас находятся в Тольятти, и переводчики, они у нас, можно сказать, по всему миру. То есть у нас еще пять человек переводчиков. Там одна девушка живет в Лондоне, одна в Питере. Есть парень, наш замечательный физик-консультант Марк, он живет в городе Дубно. Саша Седов живет в Харькове. Ну, то есть очень много, по всему свету, можно сказать, разбросанные переводчики. И с ними как раз-таки, если бы не интернет, ну, как вот бы я еще бы с ними общался и вообще познакомился бы, скажем так. Так, ну и переходим к таким более творческим вопросам. К одному, и все. Хорошо. Потому что времени не так много, друзья, уж сори. Какое кино предпочитает, Денис, для души? Что читаете? Может быть, какие-то книги? Как к чтению вообще относитесь? Ну, вот тут как-то вопрос из двух частей состоит. Своему стыду всегда говорю, что читать приходится в большей степени субтитры и монтажные листы, которые мне же потом нужно будет озвучивать. Это очень стыдно в этом признаться. Ну, а что касается книг, я люблю, например, произведения Зощенко. Вот как-то его романтика. Да, и его романтика, и сатира 20-х годов прошлого века – это что-то с чем-то. Человек писал в те годы некоторые вещи, которые иногда думаешь, вот как закрутил-то. Шельма. Ну, то есть, что касается кино, наверное, люблю комедии. Да, мне нравятся комедии. Их не так много сейчас выходит, качественных комедий. Но, тем не менее, да, всего понемногу люблю. То есть, я не могу сказать, что я вот только смотрю комедии. Конечно, если выходят какие-то там блокбастеры, я иду смотреть и блокбастеры, и фантастика. Переживали за Леонардо Ди Каприо? Ну, еще раз повторюсь, я не был из этой секты адептов, которые говорили, ему должны дать Оскар, но я был очень рад, когда он получил свой Оскар, наконец. Отлично, здорово. Так, ну и давайте, знаете, как сделаем? Преподнесем накануне 8 марта подарок всем воронежским Жене, вообще всем женщинам, которые сейчас слушают нас и в онлайне. Денис, ну, ты поздравить можно, девчонок? Да, конечно. Милые дамы, очаровательные девушки, мамы, бабушки, сестры, жены. Кого еще забыл? Любовницы. Ну, это уж вы сами, конечно, смотрите. Хотя, наверное, кто-то может себе позволить, наверное, и любовниц поздравить. Действительно, ну, они что, не женщины, казалось бы? Каждый концом, да. Вот, поэтому весны цветов в душе, ну, в хорошем, в таком, правильном смысле цветов в душе, настоящей такой весны, знаете, вот, с зелеными листочками и красивыми цветочками. И вообще, да, радуйте нас, потому что мы, мужчины, без вас тоже не можем, ну, никак. Так, мы вас любим и с наступающим этим праздником 8 марта поздравляем. Денис, ну, и у нас в программе есть небольшая традиция. Уже напоследок общему числу у всех радиослушателей буквально несколько слов. До свидания. Прощание, которое лишь немногие могут уложить в 20 слов. То есть нужно уложиться в 20 слов. Во сколько хотите. Можно в 5, можно в 10, можно в 220. Дорогие жители города Воронеж, спасибо вам большое за гостеприимство. Я на самом-то деле не прощаюсь, я прощаюсь только здесь, в эфире, потому что наша программа сейчас уже заканчивается. Напомню, что сегодня мы с вами встретимся в кинотеатре «Юность». У вас есть возможность, кто-то решил напоследок позвонить и пообщаться с нами, но уже не успеем. Да, уже, друзья, к сожалению, извините, время, время, тайм. Поэтому с кем увидимся сегодня в «Юности» до встречи, с теми, с кем не увидимся, вам большое спасибо. У вас прекрасный город, надеюсь, как-нибудь приехать еще, ну, летом, видимо, уже. Здорово, спасибо большое. Был Денис Колесников в программе «Гостиния» с «Иван Тюнин Юмор ФМ Воронеж». Лучше оставайтесь с нами на 99.1 FM. Ну вот, спасибо большое, мы сейчас завершаем трансляцию. Да, спасибо за трансляцию. Вот давайте покажу еще всех людей, которые здесь находились в студии. Давайте, если получится, я не знаю, как там будет с интернетом, может быть, из «Юности» еще выйдем в прямой эфир. Но если не получится, какие-нибудь ссылки потом сейчас.